Шахматам, как и любви, все возрасты покорны. В Центральном парке города Белгорода прошли соревнования по одному из самых древних и популярных видов спорта. Это интеллектуальный вид спорта. И тот, кто играет в шахматы, априори умный человек. И спасибо, что у нас есть энтузиасты, которые не дают этому виду спорта умереть. И в частности, шахматная федерация Белгородской области, которая проводит большую работу по привлечению деток. Поучаствовать в соревнованиях изъявили желания как представители старшего поколения шахматистов, так и совсем еще юные спортсмены. Один из организаторов мероприятия, председатель комитета по социальной политике Белгородской торгово-промышленной палаты Александр Косов поделился с нами, что это первые шахматные состязания после выхода из режима самоизоляции. Игра в шахматы развивает, во-первых, интеллектуальные способности ребят, помогает им правильно ориентироваться на шахматном поле, продумывать ходы вперед, мыслить правильно, делать, строить комбинации. И мне хотелось бы пожелать всем нашим юным шахматистам, чтобы у каждого был свой эншпиль и своя стратегия в шахматах. Шахмат – это игра старинная, она настолько завела человека, ум развивается в нем, зрительная память очень хорошо развивается, и очень хорошо душевная, он доволен своим каким-то качеством, каким-то победой какой-то, хотя она действительно на доске. Мероприятие приурочили к грядущему празднику – Дню государственного флага Российской Федерации. Руководитель клуба «Мыслитель» Владимир Зацепин отметил, что на протяжении семи лет существования клуба проходят не только соревнования по шахматам, но и концерты, и различные мероприятия. Владимир Павлович останавливаться на достигнутом не намерен. «Мы принимаем всех, если не умеешь шахматы – научим. Если интересный человек – дадим слово, расскажешь о своем хобби. Значит, клуб наш считается одним из лучших в России своего возрастной категории». Стоит отметить, что шахматы – это одна из самых популярных игр во всем мире. И кто знает, может быть, среди ребят, принявших участие в соревнованиях, есть будущие Карповы и Каспаровы, которые принесут Белгороду почетное звание шахматной столицы мира.